доброе утро объявляю старт блока узбекистан семейство вы будете много его видеть мы на низком старте время 630 где мы килтон как вам мы все воду выпили а я еще дима попросил на торговку воду машину отнести которая наша осталась запахован в общем мы в аэропорт причем ножками нам 10 500 метров сейчас покажем как пройдем так мы довольно таки быстренько дошли кстати недолго как нам в отеле сказали минуты 3-4 мы шли уже зарегистрировались часть команды встретил светик вы в youtube значит улыбаемся сейчас нас и русская зарегистрирует вон там зелененький костюмчик стоит мы пойдем таможней проходить дмитрий юрьевич что делаете на койке провожу организме вот и даже да так просто кое-кто у папы в отеле воду отнял ты кстати про баку что-то хотел сказать товарищи подписчики граждане зрители как вам он еще не весь конечно вышел и к тому времени когда этот вылетел к этому времени может быть готовы понятно так светик тоже с контрабандой светика поменьше контрабанды так мы успешно прошли таможню все на месте проверяю считаю пошли гулять подъемте фью подъемте фью в чё говорю бубнилки картонные пошли заводить дима воспользовался тем что он такой в нейтральной зоне да правильно говорю что-то прикупил при пересчете в рубли получать около 7000 у нас вот таких же маршалов беда почему маршал любите ну это такую более-менее среди аудиофильский наушку точнее совсем аудиофильский хочу карта соль инструментал там прошу слушать потому что вы не фронуть от инструментальной музыки покупать умная водка умная так все мы прошли идем к автобусе ку встретили коллег но я думаю в каждом самолете кто летит самарканд в эти дни есть партнеры сибирском потому что 3000 человек собирается очень очень много народ в россии мы без автобусе к сразу по кишечке в самолетик дмитрий юрьевич не захотел снимать полет для влога надежь выпрямься ты чё после полета как вот тебя там били маша марканде первый раз поэтому кстати ковры чистенько пахнет прям вкусненько все девчонок наших дождемся пойдем покажет получать там что можно пройти момент надо поэтому по связи по денежкам решить наша библика мы ждем девчонок и скорее всего сейчас линия багажа да вот как раз ютей наш рейс все равно дальше не побежим кстати кто уже был и первый раз когда вы прилетели приехали расскажите какие были ощущения мне интересно сравнить с нашими ждем наших дам сейчас будем интервью брать сможешь чемоданами вышли вот здесь принципе зона прилета где сим-карт там купили симку на пока еще не разобрались сейчас иду обратно и рядом одними курс чуть чуть повыше чем в городе но я думаю не критично потому что в любом случае нужно наличка сумму такие огромные это прикольно это к девушке веснать по связи все Продолжение следует... Мы приехали, отель Булевар Палас, а в конце получается университетского проспекта, вот она пешеходная зона, сейчас туда побежим, нам нужно в обменник, очень понравился отель, мне пришлось выйти, девчонки у меня потерялись, таксист никак не мог найти, поэтому сейчас пойдем в рум-тур снимать, здесь селение уже не покажу, все красиво, даже чемоданчики в мисле. Так, отель нашего, и хоть у нас трехместный семейный номер, он отдельно, номер хоть какой у нас, потом в отеле еще погуляем, а у нас нет, кстати, номера, получается трехместный отдельно, очень большой, тут Дмитрий Юрьевич, мы к нему просто постучимся, но нас пошлет куда подальше. Дима, вы не хотите во влоге показаться? Не хотят. Надежда Дмитриевна, как вам на диванчике? Мне нравится, я бы сказала, что не так. А ты в курсе, что вы в ютубе? Ты не против? А еще хочешь попробовать про меня? Я бы что-то сделала. Надюшина кроватка, кстати, стандартный постельный вот этот хлопок. Моя от кота слева. А, твоя слева, а мы с отцом вот здесь, да? Ага, номер очень большой, 33 тысячи суммы за человека до 16 лет, 16 лет тоже за Надю вернули обратно денежки. Сейчас заодно посмотрим шкафчик. Включай, Дмитрия Юрьевича. Надя. Я же не подаю. Так, халат почему-то один, надо попросить, и нам надо вешалок нам. Это еще чеку-то будет развесить. Ладно, придумаем. Ванна, туалет. Я. Димка ржет надо мной и говорит, я Аленушка. Ой, ванна, даже чеку. В общем, пока нам нравится. А сейчас быстро умываемся и бежим в обменник обменять денежку, потому что ванки до 6 работают, а время уже отчиснело. В общем, начало 6. Здесь еще параллельно похоже делают. Наверное, все равно скоро сезон начнется, красоту наводят. Ну, как всегда, тут тоже красивенько. Сейчас мы Дмитрий Юрьевича попытаем, ему отчищу надо купить, кстати. Дмитрий Юрьевич, вот место для курилок, наверное. Вон там, какие ощущения от Самарканда первые? Ну, да, я немножко, может, сесть. Давай. Очень много одинаковых машин. Ты как мальчик машинки видишь, да? Ну да, тут прям, знаешь, такое чувство, как будто ты в заводе живешь в Шамале. Море, Надя, говорит, не хватает. Такое ощущение, что как вот, ну, да, такая южная природа, а море где? Ну, пока мне рано судить. Пока я еще по городу не погулял. Ну, первые впечатления. Обычно. Пока-то. Ну, я пока, это, складываю, складываю впечатление, пока ничего не могу вам сказать. Все, короче, мы пошли. Забыл, забыл, вот первое впечатление, потому что пока мы заселяемся туда-сюда, это все. Ну. Я движуху, вот. Первый неприятный опыт у меня в этом городе, это приставало с обменником и такси у аэропорта. Ну, немножко портит это, у меня впечатление об этом городе уже сразу. Не то, чтобы, как бы, ты говоришь, что мне не надо, а они все равно идут за тобой. Ну, это немножко неправильно. Приходится делать пафф. Да. Татьяна, очень профессионально это у меня делать. Да, Татьяна, Татьяна подошла, сказала. Фу. И главный, главный, когда говоришь, мне не надо, они обижаются. Короче, я не вижу, это влоги и неприятно. Этот момент мы увидели. Вот это местное что-то. Такси проблем нет, заселили в отель очень хорошо, чемоданчики подняли, то есть пока все нравится. Дальше посмотрим, пока только так, могу сказать. Не знаю, это неприятно-неприятно, но маленький минус вот такой же, я в копилочку положу. Так, мы бежим в обменник, идем по университетскому бульвару. У нас осталось 20 минут. Надя, девчонки, Дим Димыч. Голодные, кстати, в ЮТР не кормят, не поят, а колонки поют. Сейчас расскажу, что за прикол с колонкой. Поэтому кто полетит к ЮТР, обязательно позаботьтесь о воде и закажите еду. Я заказывала отдельно еду, риск, покормили неплохо. Да, Димыч? Сейчас, всем все скажу. Так, снимаю, потому что непонятно, будем мы здесь еще или нет. Примерно полтора километра пешочком мы прошли. Банки работают до пяти, имейте это в виду. До шести работает отделение, но обменки уже не работают. Идем к большому, крытому рынку. Но, как мы поняли, это прям центральный рынок. Сказать, что там есть обменник. Идем искать. Если вдруг уже не работает, то завтра будем опять заниматься этим вопросом. Поэтому вот сейчас смотрю курсы в аэропорту. Чуть-чуть подороже. Логичнее было в аэропорту поменять и не париться. Ну, что есть, то есть. Так, мы обменяли деньги. Обменников здесь, как таковых, нет только банки. Можно подойти, в общем, на улице возле торговых центров, возле рынков. Люди, которые обменивают рублей на доллары. У рубля курс, кстати, даже выгоднее, чем у доллар. Чуть, потом попозже посчитаю, скажу. Идем искать еду. Холодные все. И продуктовый магазин. Не знаю, слышно меня не слышно. Если не слышно, значит, дим их музыкой оставят. Халяльный ресторан, получается, веранда после этого ТЦ, куда мы пришли, рядом с рынком. Сейчас покажем, что заказали. Пытаемся интернет сделать хорошую, с раздачей. Я не буду снимать ваши жилищие лица, жуйте. Меня скоро выгонят. Так, у девчонок у всех греческий. Салатик Дмитрий Юрьевич. Вот он пока бегает. Мы ему сейчас салат и съедим. Мы покушали. Уже, можно сказать, почти сытые и довольные. А порции оказались... Да, порции оказались маловаты. Даже вот такие вот маленькие, худенькие девочки, вот там, в футболочке, сказали, что мы остались голодными. Поэтому мы пошли еще... Чего пошли искать? А, да. Мы пошли за черешней. Как-то я так некрасиво выгляду. Ты кто? Мы пошли за черешней. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 кругом магазинчики очень много всяких атласных шелковых таких красивых вещей сейчас пойдем смотреть вообще где мы как я понимаю это солнечные часы прямо тут что-то мне подсказывает ветер ручка ремонтировать будет точно скажешь да скорее это и есть солнечные часы такая интересность вообще ощущение что это все-таки должен быть минарет как я понимаю да либо мечеть сейчас пойдем узнавать где мы хотя бы находимся мы поднялись на второй этаж уже с покупочками неадекватные подростками которых здесь за полцены пускают просим потом монтировать будет быть материалами все и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok